Продолжение следует... Третий или четвертый из этой линейки покупаю в оттеночке 02 Cake Pop. Это такой оттенок, он на камере не передает, но на камере не видно, но он очень-очень бледно-розовый такой. Я покупала его опять-таки не для глаз, а для лица. И вот такой вот оттенок. Мне очень нравится качество этих теней именно из этой линейки. Такой бледно-бледно-розовый. Я хотела закреплять им зону под глазами, консилер, но не очень симпатично смотрится и даже как-то еще хуже все становится. И в общем я приспособила их под такие очень бледные румяшки, на такой нюдовый макияж. В общем, не пожалела в принципе своей покупки, потому что качество у них отменное. Следующая покупка была долгожданный мой хайлайтер. Очень долго шел ко мне и заказывала с ebay. Это Wet n Wild коллекция Fergie. Оттеночек у меня Hollywood Bolivar. Да, вот. Hollywood Bolivar. И он очень нашумевший на американском ютубе. Я только его и смотрю, можно так сказать. И является каким-то там аналогом хайлайтеров от Becca, Opal или Champagne Pop. Не знаю, вообще по качеству мне очень сильно понравилось. Здесь очень много продуктов. Упаковка, конечно, хлипкая. Она практически после первого открытия сразу перестала закрываться. Качество офигенное. Даже не побоюсь этого слова. Как видите, здесь есть бронзовые, розовые вставки и золотистые. Так вот выглядит. Выглядит вот так вот на сводчике. И можно видеть, что для моего подтона кожи, так как я вообще белоснежка-белоснежка, особенно зимой, он, конечно, темноватый. Но по качеству он вообще суперский. Я как бы пыталась тут взять немножко и без бронзового, просто золотой. Можно тут варьировать. Может быть, как-то еще приспособлю. Можно сверху наносить что-то белое. Не знаю, что еще с этим хайлайтером придумаю. Но качество у него суперское. Стоило он где-то 8 долларов. Это вообще недорого, я считаю. Ну, учитывая даже с доставкой, так у них там 5 долларов стоит. Но он, у него очень нежная, очень нежнейшая просто текстура. Никаких блесток, ничего. Все очень отлично помолото. И он прямо тушуется. Идеальненько так все. Но опять-таки он темный для меня оказался. Я, конечно, подрастроилась. Все-таки сводчем рознь. И все время нужно учитывать свою подтонку кожи. Не забывайте об этом. Дальше был заказ у меня о Makeup Revolution. Расскажу сначала с крупных. Такая вот палетка тоже нашумевшая. Тоже много о ней говорят. Ultra Contour Palette. Сейчас это вообще эти контурирующие палетки. Какой-то бум. Все марки их выпускают. Значит, такая палеточка. Здесь 3 оттенка бронзера контурирующих. 2 матовых хайлайтера. И 3 шиммерных хайлайтера. Я в восторге от этой палетки. Даже не больше не бронзеры и не вот эти. А хайлайтеры. Очень мне понравились. Я, наверное, не буду делать все сводчи. Могу как-нибудь отдельно снять, если интересно. Так как видео у меня быстрое. И у меня тут ребенок под боком бегает. Не знаю, успею ли я. Значит, первый оттеночек такой чуть-чуть в розовинку. Но таким оттенком я не испытываю какой-то слабости. Потому что я настолько светлая, что мне высветлять зону под глазами очень трудно. И если бы я была чуть смуглее, возможно. Значит, такой банановый оттенок и такой слегка персиковый, что ли. Дальше вот этот более холодный оттеночек для контурирования. Оттеночки очень мягкие, хорошо набираются, не пылят, хорошо тушуются. Мне качество вообще понравилось. Ну, я уже знала, что хорошее качество будет. Потому что я много осмотрела обзоров разных. И вот эти оттенки я тоже уже пользовалась. Использовала как бронзер. Мне все понравилось. Нет никаких нареканий даже. Дальше идет вот этот оттенок. Это стал моим любимым хайлайтером вообще на все времена и на зиму. И он именно то, что я, наверное, искала. Я не знаю, передаст ли камера. Это такой оттенок бежевый, что ли. Он очень мелкого помола, такой шиммер. Конечно же, ничего не видно. Я наношу его на кремовый хайлайтер от Essence. И очень натурально выглядит. Очень симпатично. Вот этот, в принципе, очень чем-то похож. Очень похож, да. Но он более сатиновый. То есть вот этот, скорее, даже более матовый, чем вот этот. Но у меня освещение сейчас, конечно, вообще нехти. Поэтому сводча, я говорю, что дело бесполезно. Вот этот оттенок такой белый. И здесь такие вкрапления золотистого. В общем, он на ощупь как бы другой, более шершавый. Потому что, я думаю, это бейкд продукт, запеченный. Тоже такой хайлайтер светленький. Можно разбавлять какие-то хайлайтеры, которые вам темные. Или вообще, если вы белоснежка, любите белый, более белый хайлайтер, то, в принципе, палетка мне понравилась. Не слишком холодная, не слишком теплые оттенки бронзеров. Что для меня вечно проблема. И если любите вы какие-то такие пудры цветные под глаза, или вообще для лица тоже, и целых три хайлайтера вам на выбор предлагается. Отличная палетка. Не жалею об этой покупке. Дальше была вот такая палеточка. Новая у них на сайте. Называется Pink Fizz. У меня уже есть две коричневые. Из этой серии. У них там есть белая еще. Нейкд шоколад что-то. И есть еще такая рыженькая что-то. Карамель там. Карамел. В общем, заказала я эту. Но немного я прогадала. Опять-таки, я смотрела много обзоров. Свочи. На нее не так много еще видео обзоров. В общем, я искала где-то свочи. Я все гоняю за оттенком. Который будет такой салатово-зеленый. Ice, как бы, не знаю, очень шиммерный. Очень я рассчитывала именно на эти два оттенка. Именно на этот. По свочам он везде смотрится именно так, как я хотела. Но все равно я не жалею. Эта палетка, кстати, пахнет в отличие от остальных. Не знаю, кто-то этим запахом восхищается. По мне, это как обычный какой-то запах мыла. Здесь матовых оттенков меньше, чем в остальных палетках. Здесь всего их три. Вот этот. Вот этот такой светло-бежевый. Очень симпатичный. Основной такой оттеночек. На косточку и нанести. И вот такой очень красивый коричневый. Тоже довольно универсальный. Видите, пигментация на ура. Так у всех их палеток. И вот этот оттенок стал вообще моим самым любимейшим на эту зиму. Он такой морской волны. Айси такой. Я не знаю, как это объяснить. У меня куча английских слов вертится на языке. На белую базу от Maybelline Cauter Tattoo. Он становится немножко светлее. И мне очень сильно нравится. Извиняюсь. Очень красивый еще такой фиолетовый. Но я говорю, здесь пигментация. Здесь даже не поспоришь. Что ни оттенок, то в принципе пигментируем. Вот этот немного такой кусками. Вот про него я тоже уже слышала, говорят. Ну, один оттенок, подумаешь, ничего страшного. В общем, здесь более такие светлые оттеночки. Красивый такой золотистый. Ну, как золотистый, скорее такой рыженький. Камера, конечно, не передает. Ну, можно тут с чем поработать и сделать макияж. И качество, опять-таки, мне очень сильно нравится. Именно вот в этих вот палетках, именно в этой линейке я довольна. В общем, всегда этими тенями. Следующая была такая вот пятерка. Baked Eyeshadow в оттеночке Pure and Innocent. Вообще на сайте они тоже выглядят, что как будто бы зеленым подтоном. Абсолютно неправильно там как бы выглядит то, какие на самом деле они есть. Здесь зеленым и не пахнет. Такие вот, в общем, пять запеченных оттеночков. Очень мне понравились они по качеству, по консистенции. Они такие приятные на ощупь. Очень хорошо, видите, набираются. И даже не ожидала, что они будут такие. Я думала, будут намного хуже. Ну вот, какая пигментация. Прямо сразу отдаются. И самый темный. Такие вот оттеночки. И почему я вот этот не посвотчила? Сейчас его отдельно... О, мне пальцев не хватило. Я отдельно его посвотчу. Это тоже очень стал нравиться мне этот оттенок. И использую его как хайлайтер. У них очень-очень мелкий помол. Сводчик, как бы, все равно не видно. Очень мелкий помол. Поэтому Baked для хайлайтера мне очень сильно нравится. Дальше. Такая однушка была у меня. Оттеночки Heavenly. Ну, все примерно такое одинаковое. Очень похоже на вот этот вот хайлайтер из палетки. Контурирующий, как вы уже могли догадаться. Здесь более белый. Здесь более оттенок шампанского сами, тени. Не вкрапления, а именно. И на ощупь по консистенции абсолютно то же самое. Мне кажется, что это тоже... Да, это Baked тоже. Поэтому я говорю, что в палетке тоже вот именно вот этот оттенок белый. Он Baked. Потому что он похож и на этот. И они все-таки примерно одинаковые. Другие, в общем. Тоже можно использовать как хайлайтер. Я для этого его и заказывала. Знаете, я помешана на хайлайтерах, если смотрите мой канал. Но здесь надо тоже на тональник или на что-то такое наносить. В принципе, здесь нет каких-то там блесток. Все это смешивается. Очень симпатично смотрится. А если на какую-то базу наносить еще, типа там, как я очень сильно люблю делать. Я уже рассказывала, что любой ваш самый бледный невзрачный хайлайтер может стать просто бам-бам. Если вы нанесете какую-то кремовую подложку. Под него, например, тот же самый дешевый эссенс. Вот этот So Glow. Если еще он есть в продаже. Последний от Make a Revolution были вот такие вот Foil Eyeshadow в оттеночке Pure Platinum. Сейчас у них там, не знаю как сейчас, уже были скидки под Новый год. Так они 4 с чем-то стоят в паундах или фунтах. А в евро, конечно, дороже под 6, что ли, там. У меня уже есть одни. Вот такие вот Rose Gold. И я хотела вот серебряные себе. Именно на Новый год уже делала с ними макияж. Они довольно сложные в работе. Но они очень безумно красивые. Они такие вот муссовые. Прямо вот видите, какая у них консистенция. Сейчас сводч будет просто бам. Они вот так ложатся, прямо такой супер фольгой. Поэтому они и есть Foil Eyeshadow. Вообще тут целая технология. Тарелочка идет с ними в комплекте. И жидкость специальная. Такая идет тарелочка. И такая идет жидкость специальная. Как бы вы чем-то подчерпываете вот эту. Сюда наносите, разбавляете. В общем, делаете такую каску. И, в общем, наносите на глаза. Так у меня работать с ними не очень получилось. Мне проще просто на хорошую базу было нанести пальчиком. А вот так вот печатать. Они просто бам. Как бы на глазах выглядят на праздник, на Новый год. Росголд. У них самые популярные оттенки. Всего их вообще там штук 5. Не знаю. Оттенков очень мало. Особо не есть его так выбрать даже. Что, кстати, очень зря. Но они все-таки у меня складываются в складки на веки. Так как сам продукт по себе довольно тяжелый получается, увесистый. Но что я делаю? Я похожим оттенком теней, например, чуть-чуть сверху так впечатываю, как бы подзакрепляю. Не знаю. В общем, можно всякие придумать штучки, ухитрения. За такую цену это просто бомбовские тени. Очень мне сильно нравятся. И они всем нравятся. Я знаю. Столько я посмотрела обзоров про них. Дальше были такие покупки невзрачники. Бальзам для губ. Так как сейчас зима, да у меня вообще круглый год. Все время трескаются губы, сохнут. И я все борюсь. У меня уже миллион всяких гигиеничек было. И вот я просто мажу маслом на самом деле. Налила пузырек от капель, налила масло. Это, конечно, не в видео про покупки мажу. В общем, напишите мне суперский какой-нибудь. Я не знаю, если у нас есть в Эстонии, я ищу. Ну, все обычные, мне кажется, гигиенички. Какую не купи, что дешевую, что дорогую, все. Ну, в принципе, вот этот блистекс, он вообще известный. Поэтому я и купила. Но там еще был в жидком виде. Я потом пожалела, думала, может быть, мне надо было в жидком виде купить. Что, может быть, он какой-то более будет интенсивный. Ну, так ничего. Конечно, помогает смягчить губы. Последняя покупка. Уходовая, скорее такая. Не скорее, а уходовая. Был крем под глаза. Какая-то известная. Известная, да. Я покупаю в аптеке все, что такое. В основном, если хочу хорошее. Я знаю, что если хорошее, то нужно идти в аптеку. Какая-то итальянская, в общем, марка. Называется Bionic. В общем, ее посоветовали. Anti-wrinkle eye contour cream. Я просила как раз от морщин. Потому что у меня мимические морщины. Может, уже и возрастные. Не знаю. Сетка, в общем, под глазами. Такое у меня строение такое, что у меня. В общем, неважно. Такой крем. Стоит он почти 15 евро. Здесь, как во всех кремах, 15 миллилитров. Ну, кстати, это довольно много. Потому что очень маленечко надо. Я по три раза бывает на одну пользуюсь. И что я хочу сказать. Мне он нравится. И мне он помогает. Намного лучше, чем всякие какие-то там. Эйванские. Ну, и какие-то там дешевые. Которых можно несколько купить. И которых, как бы, вы будете думать, что вроде как бы помогают. Но это больше как самовнушение. Все-таки лучше купить что-то дорогое. Мне там советовали еще виши разные. В общем, я постепенно буду покупать. Начала вот с такого. У меня уже были аптечные крема. В районе 8 евро. В общем, такие были мои покупки. Надеюсь, вам было интересно. Кому-то может быть полезно. И всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока.